Сегодняшняя наша лекция будет на такую составную тему. Мы поговорим о истории религии, о истории лингвистики и об истории понятия душа. Во-первых, почему эти три темы все вместе связаны, почему я их так объединил. Во-вторых, вообще зачем стоит изучать эти темы. Дело в том, что они очень плотно соединены одним важным элементом, как эволюцией сознания, эволюцией понимания терминов, эволюцией вообще любой сущности, которая находится в окружающем мире. Когда мы говорим о том, что существует эволюционная теория развития, мы подразумеваем какие-то биологические сущности, тела, организмы и так далее. Но эволюцией подвержены процессы, абсолютно все процессы. И также эволюцией подвержены процессы понимания человеком окружающего мира. В данном случае технологический прогресс, наука, научные познания, расширение кругозора человека, умение манипулировать окружающими предметами – это все подвержены эволюции. Таким же образом подвержены эволюции были и социальные образования, социальные законы, социальные конструкции. Таким же образом эволюции были подвержены и лингвистика, и понимание смысла, и конструирование слов, и манипуляция со словами, возникновение языков, их трансформация, их усложнение, их исчезновение. Это все эволюционный процесс. Хотя некие люди, которые занимаются этими вопросами, которые называют себя учеными, хотя для меня слово «ученый» – это просто человек, который что-то учит, а у них другие взгляды у многих, я не собираюсь с ними спорить, потому что не вижу в этом практической надобности, не вижу целей, которые нужно достичь в этом споре. Если бы я обладал стратегией, что мой спор с каким-то институтом или организацией приведет меня к положительному результату, я их всех в чем-то смогу убедить, и тогда что-то произойдет кругом меня, тогда бы я с удовольствием этот спор затеял, принимал бы в нем участие, аргументировал, доказывал. Но не вижу я, как это сделать, потому что машина эта очень большая, да и нет у меня такой надобности. Давным-давно для себя я выбрал стратегию создать просто некую программу, которая бы использовала мои наработки, открытия, и уже в ней можно было увидеть правоту или неправоту моих концепций, моих идей. Поэтому спором мы заниматься не будем, я просто в этой лекции расскажу о том, как я вижу историю религии, как я вижу ее роль, откуда она появилась, почему, что в нем хорошего, в ней, что в ней плохое, вообще что это такое. Это очень сложный, наверное, главный вопрос. Расскажу в этой лекции, как я вижу историю лингвистики, историю возникновения языка, как он трансформировался, что будет дальше с нашим языком, какие связи между языками разных народов. И расскажу о понятии таком, как душа. Очень многие ее используют, это понятие, ссылаются на него, хотя единого какого-то мнения о том, что это такое, нет. Ну, у этого понятия, как у любого другого, есть своя эволюция, и вкратце можно коснуться и объяснить, что это такое. Хотя, казалось бы, понятий очень много, наш язык достаточно большой, если разобраться, то в русском языке, ну, таких основополагающих лем, да, в столе, супер-супер лемы, их достаточно много, и фактически можно каждую из этих идей развивать, объяснять, откуда появилось, что означает. Но это не настолько интересно, насколько интересно понятие душа. Почему интересна лингвистика? Тоже всем, по-моему, очевидно, потому что нам интересно, как мы, почему мы так разговариваем, почему существуют разные языки, и в чем у них различия, в чем они одинаковые. Ну, а религия — это вообще нечто такое священное. То есть, посмотрите кругом, фактически, все, что сейчас в мире происходит негативного, это война между, война, да, в скобочках, между религией и какими-то верованиями, и научным прогрессом, научным миром. Если эту войну остановить, то будет намного лучше в окружающем мире. Я считаю, что мои лекции на эту тему, они хотя бы кого-то могут успокоить и объяснить им все это на пальцах простыми, какими-то словами доступными. Ну, и многие мои слушатели постоянно меня спрашивают на эту тему, их это интересует. И вот у меня будет возможность отсылать к моим видео на эту тему, чтобы не объяснять это долго в каких-то комментариях, постах или блогах, а просто отсылать к этой лекции. Начнем, пожалуй. Разум Zoom your mind